Тихая моя Родина Так, а теперь мы с вами возвращаемся на грешную землю. Почему плохо живем? Вот эта девочка Даша, моя племянница, вот, она в моем саду видела такие чудеса, которые ни один ученый не видел. Кстати, вот, Алексейка, это же ваше письмо, да? Вот. А у вас точно такая же, помните, вы мне присоединили? Такой же огромный прирост за неполное лето, как у меня. Вот есть же все такие таланты, я не на себя намекаю. То, что у меня такие вещи, это норма, это уже все давно знают. Ну, человек взял руку, перевелся нож, и у него получалось то же самое. Главное, сделать правильно. А потом каждый год нещаем, потом каждый год у нас все меньше заработки, все хуже, хуже. И вместо того, чтобы заниматься настоящей наукой, почему нет, умная девчонка, хоть и блондинка. Вот. Я в последнее время замечал, блондинки самые умные. Может, из-за этого, из-за зависти, их и это. Я не буду про них рассказывать. На самом деле, блондинки не умницы. Так вот, значит, человек, который должен был состояться как садовод, работает в магазине продавцовом по 12 часов. Родила двух детей. Вот. Вот один из них, Тимоша. Как я, каждый день мы с ним. Сегодня, ой, я не успел сделать фотографию. Сегодня он, этот, Тимоша наш. Надо мне все равно уже чуть-чуть вздохнуть. Я даже покажу вам фотографию его. Вот. Он полностью посадил половину, половину рассады приготовленной. Вот. Вот, вот, вот. Как крупнее, интересно. Бывает, нет? Я жалко, но не умею я ничего делать с этим. Вот видите? Вот это чудо. Это он уже... Дело в том, что он обижался на меня. Я говорю, не рано ли мне все говорят, начал ты его превращать. Меня, вальчишку сельского, вальчишку, потому что военный городок, это та же деревня. Та же деревня, с огородами совсем. Меня не щадили в любую жару. И так было всю жизнь, пока не вырос. Грядки, 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 грядки. Ну что, мне это испортило мне жизнь? И вот теперь у него, если хорошо подглядитесь, здесь зашло полсотни ланджурских абрикосов. Это его первые. Раньше надо было, не в 9 лет, а раньше. Ну да ладно, пусть будет в 9. Вот такие дела. Вот. А еще он работает у меня на этим самым, как это называется, который фотографирует. вот, чтобы показать, какие должны быть деревья, какого росточка. Вот. На какой черт этим деревьям, штамбы, объясните мне. Плодоносят, цветут все до единой ветки. Даже те, которые от самой земли. Вот, видите? Вот. А нас опять долбят и долбят, что мы не правы. Интересная информация. У меня еще сбору пососинки. Вы знаете, как я редко, я очень редко обращаюсь к интернету. А то есть причины. Ну, понимаете, 95-99% грязи, подлости и это самое. И убийц деревьев. Ну, вот такой я наткнулся. Я был в шоке. Три ночи поля полны горящих свечей. Так вот, Францию спасают. Будущее урожай. Никогда бы не поверил, пока бы не... Ну, не может быть, что это просто, как это называется, фотошоп, что ли. Наверное, это все правда. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Свечи в виноградном поле. Авторский скриншот. Вот они. Ладно. Если вы считаете, что маленькая свечка это так для развлечения, удобно стол поставить. Так вот, в Франции свечами обогревают поля и сады виноградники. Вех же вех учись. Я думаю, меня уже ничем не удивит. Уже замерз. Это виноград. Ладно. А вот еще виноград. Нижний листик остался. Вот. Смотрим еще. Виноградники, винограды. Представляете, вот это пахота. Вот это друженики настоящие. Спасти от заморозка. Франция и вдруг это заморозки. Но мы думаем, только у нас бывает это. А вот еще фотографии. А вот еще. Посмотрите, какие поля. Ой, ой, ой. Мы только подступаем к этому. Рыкалин, Александр Петрович. Вот. Вам бы кто-то дал деньги, власть. Вот. Были бы не хуже. Но бодливые корови. Ну, зачем вы такой умный? Умный не нужный, Александр Петрович. Так что, извините. Никогда у нас такого не будет. Я имею в виду масштабы. Вот. И не накормите вы себе виноградом, который не хуже. Извините, я еще за грустные слова, Петрович. Я у вас в таких случаях и вспоминаю только. Ай, горько. Трактор. Ну, тут удается еще трактор пахать. Так, заморозки сносят до утра. Один из бочонков со свечой для ночного обогрева поля. Оно крупной формы. Теперь вы видите, смотрите, бочонок довольно приличный. То есть, есть, как свечка, как свечка. А вот так, во-первых, не погаснет раз. Во-вторых, площадь отдачи два. В-третьих, вот она, она же не закрыта, крышка какая. Вон, видите, дымок. Вот так вот. Кто бы подумал, что простыми свечками мы же это. Всю ночь между рядами ставят свечи, они согревают, почти не давая им замерзнуть. Вот. Почти. Ну, понятно. Этот мед считается эффективно 95%. То есть, вот это да. Вот. Неделю необычной для сезона жары, когда в нескольких летах были побиты рекорды температурной сезона с милознями ночных заморозков. Температура, температурный шок, который убил, уже готовы отключиться почки. Абрикосовые сады тоже пострадали, их тоже ночью греют. Вот видите, ну здесь, по-моему, бочонки уже другие. Тут уже посерьезнее, чем свечи. Да, это посерьезнее. Смотрите, здесь особые бочонки, вот так вентиляция, снизу дырки. Вот. Дальше они не горят и дымят. И вот все это затянуло. А вот это перед нами абрикос. Имейте в виду. Вы знаете, ночью всегда или ветра нет, или он очень слабый. Вот. Получается, что можно задымить специально. Да чего я так говорю? Мы русские, мы ждем. Мы молимся. А ось пронесет. Я там такой. Абрикоска уже сформировалась. Завтра, если для нее верная смерть. Это плод абрикоса, как я понимаю. Саду на рассвете. Вот так выглядит рассвет в абрикосовом саду. Дорогой способ. Не у всех виноградных хозяйцев финансовая возможность. 5 тысяч евро или почти полмиллиона рублей за ночь. Ого. Трубу. Расход на отопление одного гектара. Ничего себе. Не считая оплату работникам два человека на гектар, которые работают поле всю ночь. Приходится оберегать не часть участка, на что денег хватает. То есть только часть. Но мы еще не закончили, друзья. Еще один способ, но более технически сложный. Обледенение. Видели? Вот. Ого. Вот это да. Ну тоже технически сложный. Посмотрите, сколько здесь труп. О, же бой. А вот потеряно 80% будущего урожая. Так, то есть получается на 80% теряется, если этого не делать. А результат сосудки спасут урожай. Вот они. Вот это да. Вот это все делается. Вот. Ну а дальше еще фотографии. Третья ночь. Вот оно утро. Дай бог, если спасено. Ну, в общем, поняли, да? Вот. Сейчас. Одну секундочку. Одну секундочку.